В художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Дикие в природе, домашние в быту», где представлен анималистический жанр в декоративно-преглотном искусстве и собрание музея. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще хочется сказать, что мы специально ждали этого момента и готовили под весенние каникулы. У нас богатая коллекция декоративно-прикладного искусства, и мы, продолжая серию выставок о животных, потому что где-то два года назад у нас была выставка художников таких вот академического направления, профессионалов, классиков, что ли, анималистического жанра, живописи, графики, скульптуры. Мы решили показать и богатство нашей коллекции декоративно-прикладного искусства. На выставке можно увидеть более 50 работ талантливых мастеров декоративно-прикладного искусства из Донбасса, а также Санкт-Петербурга, Львова, Киева, Одессы, Полтавской и Днепропетровской области. В экспозиции представлены работы на тему живой природы, где главные герои произведений – звери, птицы и подводные обитатели, воплощенные в различных техниках и материалах. В Этынанке гудное стекло, керамика, декоративные росписи. Прекрасные у нас керамические изделия мастеров опошни, вот прекрасное стекло гудное представлено. Но среди современных художников, которые представлены на выставке работы нашей талантливой художницы-керамистки Ирины Васильевой, ну, в общем, у каждого свое отношение, так сказать, к традиции, к красоте, свой почерк. Вот, и собранные вместе эти работы говорят, ну, как бы об одной вот этой вот линии, линии природы, которая дарит художнику мастерство, вдохновение, вот этот вот самый набор, что ли, вот этих вот вечных образов. Многие мастера народных промыслах придавали этому живому миру яркую декоративность. Конечно, человек живет на земле, человек любуется всем прекрасным, что есть на этой земле. И это растения, это животные, среди которого живет народ. Поэтому, вот, так сказать, то, как воплощает народ свой идеал красоты, это всегда связано с растениями, с растительным орнаментом, в которые вплетены и сюжеты с любимыми животными. Будь то петухи, соловьи, совы, ну, прекрасные птицы, их очень много. Эта традиция очень древняя, вот, и поражается мастерству и фантазии различных художников, которые каждый по-своему в традициях своей, так сказать, местности, своей школы это воплощает. Они умели делать сказочные фигурки зверей, птиц. Животных в стилизованной форме из глины, стекла, бумаги создавали их не только плоскими или объемно упрощенными, но и старались делать их нарядными. Что такое птица? Птица всегда – это радость. Вот, так сказать, петух, он не просто петух, это петух удивительный, красивый, павлин, соловей, вот, курица, так сказать, простая. Они настолько милые, яркие, хорошие, что ли, вот, ну, а вместе с цветочным орнаментом, таким прихотливым, богатым, вот, вот, они на работах художников приобретают вообще какие-то такие волшебные свойства, как, например, вот на работах очень известной художницы Анны Собачко-Шосток, которую еще Пикассо называл вместе с Марией Примаченко, так сказать, таким вот, такой талантливый, очень восхищался ее чувством декоративности. Хорошее настроение в этот день всем присутствующим дарила артистка разговорного жанра Донецкой государственной академической филармонии Виктория Степанова. Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. А ты, мама, круп не драл, воду не носил, кашу не варил. Ступай по водице, вот пей, вот колода, вот кремится, а вот холодная водица. Просто дети боятся щекотки, очень хохочут. Позитивные эмоции, положительные эмоции, они повышают иммунитет. Это вот как раз то место, в котором этот иммунитет повысится, еще и на десятерых соседей хватит. Вот у меня такие ощущения, если в двух словах сказать. Правда, очень ярко, очень красочно, очень сочно. Вот из серии «Что вижу, то пою» – это то наше родное, натуральное, из чего мы состоим на генетическом уровне. Я считаю, что сюда нужно приходить, заряжаться позитивом каждому нашему жителю и каждому гостю нашего города. Здесь здорово, мне очень нравится. Мы очень любим, собираем, бережем эти работы. И выставку эту мы в большой степени посвящаем нашим, так сказать, детям, которые… у нас много мастер-классов подготовлено. И мы тоже стараемся, чтобы дети у нас, работая в различных мастер-классах, мастерских, тоже умели создать, так сказать, что-то из бумаги, из глины. Конечно, это тоже образы природы. И цветы, и животные. Это то, что мы любим. Это всегда и у взрослых, и у профессиональных мастеров, и у детей всегда находит какой-то отклик. Так что мы всех приглашаем на нашу выставку. Выставка «Дикие в природе, домашние в быту» – это отличный повод приобщиться к миру искусства талантливых художников-анималистов. Стоит также сказать, что в эти дни Донецкий художественный музей продолжает работать в онлайн-режиме. В течение этой недели и следующей вы можете принять участие в онлайн-занятиях и мастер-классах, которые организовывают музейные работники. Узнать больше о современном искусстве, анималистическом жанре, интуитивной живописи и многом другом. Можно, создав или войдя на своем компьютере учетную запись в программе «Скайп». Далее добавляете учетную запись Донецкого художественного музея в свои контакты и отправляете сообщения для предварительной записи. Все очень просто. Не скучайте дома, занимайтесь творчеством.